Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать к экранам! С вами снова программа «Почитайка» с очередной интересной историей. История о пророках. Для начала хочу познакомить вас с моими друзьями – Артуром, Алиной, Алисом и Эмилем. Ребята, вы готовы? Да! Итак, друзья, мы готовы. А вы? Усаживайтесь поудобнее и поехали. История пророка Ибрагима. Мир ему. Это случилось давно. В долине реки Ефрат располагался прекрасный город Вавилон. Правителя этого города звали Немрут. Вавилон был прекрасен, но его правитель был очень жестоким. Все боялись его как огня, так как он был беспощаден. Однажды один из предсказателей обратился к Немруду и сказал, «Один из мальчиков, родившихся в этом году, отберет у тебя власть и станет причиной твоей смерти». Немрут очень испугался и пришел в ярость. «Я приказываю убить всех мальчиков, которые родятся», – сказал он. Воины обыскивали все улочки Вавилона, заглядывали в каждый дом. В городе также жил человек по имени Азар, который занимался тем, что чинил и создавал идолов. Его жена была беременна, и вскоре должен был родиться их малыш. «А что, если родится мальчик? Азар так и будет сидеть и смотреть, как у него отбирают ребенка?» «Нет уж, Азар никогда не позволит случиться этому», – думал он. Ночью он втайне вывел свою жену из дома и отвел в одну пещеру. «Ни в коем случае не выходи отсюда, будешь рожать одна», – сказал он. И, наконец, ребенок родился. Это был мальчик. Отец назвал его Ибрагимом. Азар часто навещал их и приносил еду и питье. Время шло быстро, словно плывущие в небе облака. Ибрагим подрос, и Азар привел их домой. Ибрагим был поражен увиденным дома. Везде стояли страшные статуи и грозные идолы, а отец без конца создавал новые. В то время люди очень ценили идолов, но Ибрагим никак не мог понять их. Эти статуи были бездушные творения из камня и дерева. Чем они заслужили такое уважение? Ведь вокруг было столько прекрасного. Медоносные пчелы, птицы, бабочки, голубое небо, белые пушистые облака, яркие звезды, журчащие ручьи, блестящие рыбки, разноцветные благоухающие цветы. Все это достойно восхищения. И у этого всего непременно должен был быть создатель. А люди поклоняются каким-то идолам. Идолы никак не могли быть творцами, ведь их самих создавал его отец Азар. Если бы он их не создавал, их вообще бы не было. Ибрагиму были противны эти статуи. Он привязывал их к веревке и таскал по земле. Статуи были слепые, глухие, глупые, и у них совсем не было души. Азар очень злился на Ибрагима из-за его отношения к идолам. «Ибрагим, почитай их, ведь они наши божества!» – говорил он. Но Ибрагим не собирался этого делать. Он не кланялся перед ними, не просил их ни о чем, не благодарил и совсем их не боялся. Однажды ночью Ибрагим лежал на земле и любовался звездами. Его внимание привлекла самая яркая звезда. «Может быть, мой Господь и есть эта звезда!» – предположил он. Но вскоре она скрылась из виду. «Нет, конечно же нет!» – сказал Ибрагим. Создатель не стал бы скрываться и гаснуть. Затем он обратил внимание на Луну. Она была еще ярче, чем звезда. «Может, Луна является творцом?» – подумал он. Но через некоторое время и Луна пропала. «Нет, значит, и Луна не может быть Создателем». Утром взошло Солнце. Солнце было больше и ярче Луны. «Наверное, оно и есть мой Господь!» – размышлял Ибрагим. Но когда вечером и солнце скрылось из виду, он понял, что ошибался. В конце концов Ибрагим сказал, «Мой Господь тот, кто создал все это!» Таким образом он уверовал в Единого Всевышнего и не признавал никого, кроме Аллаха. Аллах даровал ему пророчество, и он стал пророком. Однажды весь Вавилон отмечал праздник. Все люди отправились развлекаться. Остался только пророк Ибрагим. Он направился к храму, где стояло много божеств, и один большой главный идол. Ибрагим разрубил все мелкие статуи топором, но не притронулся к главному идолу. У него был свой план. Он повесил свой топор на шею этой статуи. Когда люди вернулись с веселья и увидели, что стало с их идолами, то спросили у Ибрагима, кто мог разрушить наших любимых божеств? Ибрагим ответил, «Как кто?» «Может, этот главный идол?» «Вон, посмотрите, топор на его шее висит. Если хотите, можете у него самого спросить». «Ты прекрасно знаешь, что они не могут ответить», – возмутились некоторые. «В таком случае, почему вы оставили Аллаха ради них и поклоняетесь им?» – ответил пророк Ибрагим. Этот ответ совсем не понравился людям. Один из них тут же побежал к Немруду, чтобы рассказать о случившемся. Правитель пришел в ярость. «Немедленно позовите этого Ибрагима сюда!» – приказал он. Ибрагиму сообщили, что Немрут вызывает его к себе. «Замечательно!» – сказал Ибрагим. «Я как раз сам собирался пойти к нему. Мне есть о чем с ним поговорить». Увидев пророка Ибрагима, Немрут воскликнул. «Ты что же, возомнил себя новым Господом?» «Наш Господь – Всевышний Аллах, и нет никого, кроме Него», – ответил Ибрагим, мир ему. «Тут нет другого Бога, кроме меня», – возразил Немрут, «потому что считал только себя достойным поклонения». «Мой Господь заставляет солнце всходить на востоке и садиться на западе. Если ты считаешь себя Богом, то заставь взойти с запада», – ответил пророк Ибрагим. Немрут разгневался, но не нашел, что ему ответить. Его разум помешался от ярости. «Разожгите огромный костер и киньте этого Ибрагима в огонь!» – приказал он с криком. Немрут хотел, чтобы костер был таким огромным, которого еще свет не видывал. Поэтому он приказал всем людям собирать дрова для этого костра. Жители Вавилона целыми днями собирали ветви, пока не набралась целая гора. Трудно даже представить, насколько огромным получился костер, когда его разожгли. Ибрагима кинули в этот огонь, но Аллах велел огню не жечь пророка. Таким образом, пламя отступило, и Ибрагим остался целым и невредимым. Костер превратился для него в цветущий сад с легким ветерком. Пророк Ибрагим вознес благодарность Всевышнему Аллаху. Он всегда был благодарным. Все люди стали свидетелями этого чуда. Немрут еще сильнее разозлился. Тем не менее, лишь немногие последовали за Ибрагимом и вняли его наставление. Аллах приказал пророку покинуть Вавилон. Ибрагим и те немногие, которые уверовали в него, немедленно исполнили приказ Всевышнего. Очень скоро на Вавилон напали комары. Их были миллиарды. Настолько много, что люди не могли даже дышать. Если кто открывал рот, то комары тут же залетали в него. И даже их любимые статуи не могли помочь жителям Вавилона избавиться от этой напасти. Да и что могли сделать эти идолы? Однозначно ничего. Один из комаров залетел Немруду в нос и оттуда добрался до его мозга. Голова Немруда начала сильно болеть. И боль его проходила лишь тогда, когда его били по голове. Правитель приказал, чтобы его били по голове. Люди принялись стучать по его голове. «Сильнее бейте! Сильнее!» Кричал Немрут. Его били и били, пока наконец не разбили ему голову. Совсем недавно он говорил всем, что он бог. Но одного маленького комара оказалось достаточно, чтобы повалить его на землю. На этом наша история закончилась. А теперь, дорогие друзья, я хочу задать вам пару вопросов. Ответь, пожалуйста, когда Ибрагим родился? Где он жил, пока не подрос? В пещере. Умница! Совершенно верно! Артур, скажи, пожалуйста, почему Ибрагим не взлюбил идолов? Они из дерева и у них нет души. Думал, что они не могут быть его создателем. Молодец, все правильно. Эмиль, давай тебя спросим. Чем занимался отец Ибрагима? Создавал идолов. Верно, он чинил и создавал идолов. И на этом наша программа подошла к концу. Дорогие друзья, ждем вас в следующей программе с новой, не менее интересной историей. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!